Своего родного брата, 89-летний Нури Белялов, искал всю жизнь. В последний раз он его видел в 41-м году. Тогда 19-летний Ресуль одним из первых ушёл на фронт. С тех пор и оборвалась связь с братом. После того, как он ушёл в армию, его перевели на границу с Польшей в танковые войска. У него даже не было возможности прислать нам своё фото. Как-то прислал фото танка и подписал «Это мой танк». В последнем письме он написал, что они сейчас в Харькове. В целых 74 года родной брат Нури пытался найти хоть какие-то сведения о фронтовике. Десятки писем в Москву, обращения в архивы. Но всё безрезультатно. Пока в начале апреля этого года внучатый племянник солдата Эрнест Кешви не наткнулся на публикацию в соцсетях. Очень сильно растерялся. Связался с пресс-секретарём Муфтията Зерой Мерсуин. Она мне передала информацию о поисковой группе. Я благодарен всем тем, кто, скажем, остался к этой ситуации не безразличен. Спасибо всем огромное. Спасибо, как говорится, за возвращение нашего родственника домой. Оказалось, Ресуль Белялов погиб в плену в апреле 44-го года на другом конце страны, в немецком концлагере на Кольском полуострове в Мурманской области. Его останки нашли поисковики 11 лет назад. Они же обратились за помощью в Муфтият Крыма. Здравствуйте, карточку военнопленного с его фотографией. Практически никаких данных. Откуда, где родился, где призывался, какая должность, какое звание. Ничего нет, кроме как фамилии, имя, резу и дата рождения. И указано, что тоталик. Публикация о поиске разлетелась по соцсетям моментально. Понадобились всего лишь сутки, чтобы найти семью погибшего в годы войны крымского татарина. Огромное спасибо тем людям, которые нашли брата и сообщили нам эту новость. Я очень обрадовался, зная, что смерти не радуются, но мы уже хотя бы знаем о судьбе Ресуля. Ресуль Белялов захоронен в братской могиле на воинском мемориале «Долина славы». Теперь его родные знают, где он покоится. 9 мая они поедут к нему на могилу, чтобы за него помолиться.